новые лица очень приятно мы ждем оставшихся членов нашего такого небольшого сообщества рад видеть новых членов и будущих студентов и наших действующих студентов мы сегодня с вами собрались чтобы обсудить когнитинопоединенческую терапию пригласили для вас преподавателя ассоциации когнитинопоединенческой терапии я очень надеюсь что все так или иначе знакомы с методом ну или познакомиться сегодня поближе вот можно сначала задать мне какие-то вопросы если вам интересно о том что сегодня будет может быть вы хотели бы что-то прояснить что вам непонятно в частности кто-то изучает когнитинопоединенческую терапию может практикует есть практики кто вот так что может вы столкнулись с какими-то сложностями вот у павла владимирович плясова можно быть поинтересоваться что еще хочется сказать наша школа готовит две большие программы одна программа на три месяца которая подразумевает удостоверение вторая программа подразумевает диплом на 9 месяцев разница между этими программами в том что три месяца удостоверение не дает право ведения частной практики подразумевает что она у вас уже есть его уже закончили образование и вы можете практиковать диплом подразумевает то что вы будете получать новое образование с правом ведения новой частной практики в сфере психологического консультирования все подробности в тем в учебной части у любы и марина ваши вопросы в целом можно даже не в рамках школы не в рамках комитета педагогического подхода можно я думаю плюс есть спасибо спасибо отлично вам прям по росту там удобно и если не поставили подиум экспериментируем так сказать вопросы кому что интересно пока сказать сложно возможно да но посмотрим пока не могу сказать но точно не раньше майских праздников это удостоверение там будет указаны часы дисциплины и все если мы говорим о дипломе там будет уже вкладыш и там будет большое количество часов где-то 520 или по 60 дисциплины и все необходимые нормативные акты психологическое консультирование тревожных расстройств то есть эта программа гораздо более полная и она гораздо более юридически грамотная с точки зрения ведения частной практики то что мы столкнулись вот с и мир марат на с тем что большое количество студентов и слушателей которые претендовали на наш курс да они до юра не имеют права консультировать то есть они как бы хотят но вести частную практику они не могут продать фактически моим обучение может но что они потом с этим будут делать поэтому мы решили разработать и подготовить курс который дает там не только базу большую практические знания до которые я уже говорил медицинский блок психотерапевтический блок вопросы решения кейса ну и даст им юридическое обоснование заявите себе как психолог консультант от я в частности так получал образование то есть вы сначала получается психологи консультант имеете юридическое право консультировать а потом уже дальше начинаете дорабатывать свое образование дополнительными переподготовка ну и практика безусловно очень важна практика драсти очень важна практика и очень важно чтобы было больше клиентов по терапии по вопросам по когнитинопоеденческой терапии кто вообще не знает что это такое слышали все чем отличается альберт элис и тарана бека кроме имени и кроме того что один здравствует это тонкое замечание до философская школа в стоицизма в деле так сказать хорошо может быть какие-то вопросы будут будем начинать тогда супер не будем терять время мы как раз в регламенте павел владимирович пожалуйста спасибо коллеги добрый день еще раз не давайте сам добрый вечер еще раз ну хотел бы начать с благодарности в первую очередь алексею школы эмоционального интеллекта за приглашение за возможность выступить сегодня и конечно же поблагодарить всех вас что в субботний вечер вы выбрали провести его в компании когнитинопоеденческой терапии и это сразу мотивирует и спикера я полагаю что вы мотивированы что выбрали провести этот вечер а именно следующим образом а для меня это своего рода тоже такой праздник потому что это первое очное выступление со времен пандемии я уже привык очень к онлайн формата поэтому это для меня и честь и радость быть сегодня здесь с вами поэтому спасибо вам большое еще раз что пришли и давайте я включу презентацию забегая вперед что материал у нас конечно как всегда больше чем времени поэтому я буду стараться какие-то вещи неизбежно сжимать это своего рода у нас такой сегодня трейлер можно как как в кино до перед будущими встречами перед будущим вашим образованием становлением как когнитинопоеденческих терапевтов минутка нарциссизма как говорится меня зовут павел можно просто павел павел владимирович это когда у меня какие-то неприятности поэтому я клинический психолог магистр психологии с питера ассоциации когнитинопоеденческой психотерапии и руководитель исторических программ ассоциации как когнитинопоеденческой психотерапии сеттинг и хотелось бы начать с такой короткой части вводной части с того что может быть ценно полезно для вас как для специалистов для ваших клиентов часть из этой литературы я уверен вам хорошо знакома тут в основном собраны такие то что называется клиентские варианты да то есть особенно хотел бы отметить конечно книгу роберта лихи который является своего рода таким руководством ну и конечно книгу карпака дмитрий викторович и которые полностью посвящены работы над тревогой ну начнем с грустных новостей потом перейдем хорошим новостям то есть что мы имеем на сегодняшний день на сегодняшний день мы имеем ввиду неутешительную статистику по которой в 60 процентов случаях люди с тревожными расстройствами депрессивными расстройствами вообще не доходит до специалистов то есть они пытаются лечиться самостоятельно они говорят пройдет они говорят как-нибудь рассосется 30 процентов людей доходит до специалистов соматического профиля то есть это могут быть неврологи это могут быть терапевты на то есть какие-то другие врачи и лишь 10 процентов доходит до специалистов с приставкой псих психиатры психологи и клинические психологи психотерапевты и И это, конечно, удручающая статистика, над которой, надеюсь, такие вот и наши, в том числе сегодняшние мероприятия, помогут развенчать миф, что это что-то страшное, что это что-то опасное, что с этим нужно сидеть и молчать. Кратко про дифференциацию тревоги. То есть в кандидно-поведенческой терапии и в рационально-эмоционально-поведенческой терапии принято разделать тревогу на адаптивную и дезадаптивную. То есть адаптивная тревога, она помогает нам двигаться вперед, помогает нам избегать каких-то трудностей, двигает вас, если у вас, скажем, болит зуб, то сидеть в нирване, это может быть не самая хорошая идея. Нормальная мысль пойти обратиться к врачу, потому что это может к чему-то привести нехорошему. Но есть тонкая грань, то есть некий водораздел, переходя к которой тревога может принимать такие, ну скажем так, неприятные формы, то, что называется дезадаптивные, патологические, нездоровые формы. Когда она принимает избыточный характер, либо наоборот недостаточный. То есть один раз проскачу на красный, всегда будут проскакивать на красный, то есть и все, тревога отсутствует. Тоже это, конечно, не есть хорошо. Различают ситуативную тревогу, личностную тревогу. Я думаю, не будем застрять на внимании долго на этом моменте, в принципе, в слайде расписано. И часто вопрос тоже наших клиентов, чем отличается тревога от страха, например, что страх это что-то предметное, тревога это что-то диффузное, страх это что-то конкретное. Страх высоты, страх змей, страх публичных выступлений. Тревога это что-то размытое, то есть это такой сигнал, берегись, откуда-то нас нападают. И вот как раз следующий слайд, это примерно про тревогу. То есть что-то происходит, надо волноваться, то есть сделать ничего не можешь, но можешь париться по этому поводу. Вот это хорошая идея, считают наши клиенты. Сделать ничего не могу, но буду париться. Откуда-то придет, значит, атака, скажем так. То есть это такой скорее юмористический слайд, но тем не менее он очень хорошо отражает суть, специфику мышления наших клиентов, которая является фокусом, немножко позже про это поговорим, поговорим, к когнитно-праведническому терапевту, мышления наших клиентов. А тревога может маскироваться. То есть есть такое понятие маски от тревоги, маскированная тревога. Она может принимать различные формы, ну самые, наверное, известные три заветные буквы, не те, о которых подумали, а ВСД. Это вегетососудистая дистония, диагноз которого не существует, который очень любят ставить нашим клиентам до сих пор, нашим клиентам, потенциальным клиентам. Там могут быть различные остеохондрозы, артериальная гипертензия, кардионеврозы. Кардионеврозы – это, наверное, вообще наши кардиологи, наши особые друзья – кардиологи, эндокринологи, неврологи. Все, у кого нет знакомого кардиолога, эндокринолога, невролога, рекомендуем и обзавестись. Они вам точно понадобятся, если вы планируете работать с тревогой, потому что очень важна дифференциальная диагностика. Потому что есть риск психологизировать. Клиент приходит, говорит, ну знаете, я переживаю, что у меня сердце аритмия, например. Ну, говорит, не волнуйся, это тревога. Как знать? Поэтому здесь важно не психологизировать и либо самостоятельно дифференцировать, либо еще лучше обзавестись действительно коллегами, которые могли бы помочь в этом непростом деле. Синдром гипервентиляции, когда начинается гиперконтроль, то есть как в этой истории про сороконожку, которая пыталась вспомнить, с какой ноги начать ходить, и застряла. То есть это такой классический пример с дыханием наших клиентов. Он начинает думать, он начинает контролировать, как дышать, а не слишком ли я часто дышу, не слишком ли я медленно дышу, он фиксируется на этом симптоме, он действительно начинает как-то странно дышать, он катастрофизирует, и, собственно говоря, мы получаем паническую атаку чаще всего. То есть кардио, спазм, СРК тоже очень частые такие спутники тревоги. И вот следующий слайд, он как раз будет посвящен эволюции, тревоге эволюционной части, немножко забегая вперед, то есть если брать синдром раздраженного кишечника или проблемы с желудком, то есть все, наверное, может быть, слышали и знают такие истории про артистов, спортсменов, которые перед выступлением или каким-то забегом в кустике отошли, два пальца, ну и нормально, дальше побежал, как-то отпустило немножко тревогу. То есть у этого есть эволюционный компонент, потому что в дикой природе у нас на всё про всё 5 литров крови, то есть это не так много, поэтому когда кровь уходит в желудок, она может забрать на себя литр, примерно литр, полтора, плюс-минус, это много, от 5 литров это много, поэтому какой самый простой способ распределить эту кровь, да, потому что кровь нужна мозгу, нужна каким-то другим мышцам, как говорится, малодраматический театр, два пальца и всё, то есть желудок освободился. Ну, опять же, как вот, возвращаясь к предыдущему слайду, есть ещё и большой драматический театр, то есть когда уже еда опустилась в нижние слои, тогда уже, конечно, с другой стороны начинается, то есть это вот медвежья болезнь, да, то есть студенты знают, что там по три раза в туалет перед экзаменом, там какие-то важные события, это всё симптомы тревоги чаще всего. А как вы, можно сейчас спрашиваете? Пожалуйста, конечно, если устроить. Как жалобы звучать? Так что, простите? Как будет звучать или забросить жалобы? Так и будет звучать, что перед важными собеседованиями, перед важными какими-то собраниями, событиями, начинаю волноваться и не могу выйти из туалета, буквально 5 раз могу бегать, то есть это очень мешает, то есть обычно жалобы, что, ну, бывает, опять же, то есть такие истории, когда клиент говорит, я сижу на, скажем, заседании и меня в туалет, я не могу каждый раз бегать, то есть начинаются уже вопросы, то есть это начинает его беспокоить, он концентрируется на этом симптоме, то есть этот снежный ком только раскручивается, то есть так обычно звучит, вот очень симптомо-ориентированный такой запрос, который, конечно же, мы раскрывая, видим, что человек к нему очень долго стремился чаще всего, это не вчера началось, он его обычно выковывает годами, скажем так, чтобы к этому прийти в состояние. Поэтому, если говорить про СРК, да, вы имеете в виду, то есть это так обычно и звучит, то есть на фоне тревоги, на фоне беспокойства бегает 100 лет, то есть чаще всего так, либо боится опозориться на публике, например, да, то есть тоже часто такая навязчивость, иногда даже у клиентов такие карты есть, вот здесь туалет, здесь аптека, можно забежать, сходить, тут там торговый центр, потому что он как десантник, он вынужден перемещаться, потому что, а вдруг что, все, поэтому это такая сложная жизнь. Хорошо, а с Техандрой все тревога, и все напряжения, и все... Да, да, чаще всего это, да, 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 это чаще всего действительно... Есть такой феномен, называется мышечный панцирь, да, когда, то есть тревога, да, то есть это может вести действительно к таким серьезным зажатостям, когда люди могут годами ходить по мануальным терапевтам, неврологам, уже просканированным вдоль и поперек, а не отпускают, то есть возникает вопрос, в чем дело, и чаще всего ответ в тревоге. Ну, опять же, то есть я призываю не психологизировать, конечно, а всегда дифференциальную диагностику либо коллегам поручать, либо самостоятельно как-то углубляться в эти темы, чтобы не пропустить, потому что можно очень долго с клиентом работать, и через, там, не знаю, какое-то время, энное количество сессий, задаться вопросом по адресу вообще, может быть, не по адресу, да, вот, поэтому, ну, на эволюционной части, наверное, это тоже большая тема, и я боюсь, что мы ее не успеем полностью, конечно, осветить, поэтому я бы скорее, наверное, апеллировал к трудам, может быть, кто-то знает Роберта Сапольского, нейробиолога Стэнфордского, он очень хорошо про это писал, собственно говоря, и цитата оттуда, кто знаком с литературой, поэтому я бы просто процитировал моего уважаемого учителя и друга Кавпака Дмитрия Викторовича в этом вопросе, сказав, что все, кто дожил до сегодняшнего дня, это поколение тревожно-фобических неурочков, потому что все остальные просто не выжили, все остальные не дожили, кто был спокоен, расслаблен, на полянке, когда все паслись, их сожрали просто вот и все, они уже не дожили до этого, они гены свои не передали, кто парился, кто напрягался, мы здесь, добро пожаловать в жизнь, поэтому работая с тревогой, мы в некотором смысле плывем вручную течение, потому что мы запрограммированы скорее на выживание, чем на счастье, поэтому наш старый рептилоидный мозг никак не может этого усвоить, и неизвестно, сколько лет пройдет, прежде чем он усвоит, поэтому мы в таком вручном режиме, скажем так, с помощью когнитивно-поведенческой терапии стараемся показать ему, что 30 секунд тревоги за жизнь могут превратиться в 30 лет переживания, а что если, а вдруг типичные мысли наших клиентов, прогнозирование сценариев и мешают жить сейчас, то есть обычно тревожный клиент, он живет не здесь и сейчас, а там и тогда, или там и тогда, и нам поэтому важно прояснять для него будет. Всем хорошо известна фраза, что всем родом из детства, хотя тут невозможно не процитировать, конечно, Альберта Элиса, создателя рациональной мотивно-поведенческой терапии, который говорил, о которой молодой человек как раз замечательно упомянул ранее, что даже если вам повезло родиться сиротой, у вас все равно будут психологические трудности, поэтому, конечно, родители молодцы, но, тем не менее, есть и наше участие в этих процессах. Ну и три такие, наверное, основных элемента, да, то есть это детские психотравмы, естественно, которые не могут не повлиять на становление человека, это некие особенности воспитания, и это сигнал опасности, да, то есть который посылают родители детям, то есть, ну, я не буду на каждом пункте, наверное, в целях экономии времени просто останавливаться, опять же, это широко описаны такие элементы у Лихи, у Дмитрия Викторовича, у Бека. Вот приведу пример возможности этого сигнала опасности, реальный пример клиентке, которая вспоминала, как 20 лет назад она сидела в самолете, маленький ребенок, ей тогда было 5 или 6 лет, или 7, и, ну, представьте, я сижу на стуле в небе, для ребенка это же чудо чудесное, счастье, то есть облачка, мы едем по облачкам, то есть прекрасная жизнь, прекрасная, ну, поворачивает голову, а там мама крестится, валерьянку пьет, то есть ребенок понимает, что, в общем-то, дни сочтены, возможно, уже минуты сочтены, то есть это и есть сигнал опасности, а при этом еще, возможно, такая дихотомия, еще мама говорит, не волнуйся, не волнуйся, все нормально, по-моему, видно, что там уже все, можно уже, в общем-то, вешаться, то есть это вот пример сигналов опасности. Ну, опять же, основные симптомы тревоги, да, хорошо известны, их не буду перечислять, я думаю, что многим из вас знакомы, все мы, бывает, тревожимся, все мы, бывает, испытываем такие симптомы, ну, наверное, просто особенно обратил бы внимание на страх смерти, конечно, и на страх сумасшествия, вот у наших клиентов есть навязчивая идея, что с ума можно сойти, то есть я могу решить сойти с ума, и я сойду с ума, поэтому могут очень бояться. У нас будет не так много времени, поэтому я решил в качестве таких универсальных правил тревоги вынести такую модель Роберта Лихи, да, то есть она хорошо описана в книге, опять же, «Свобода от тревоги», которая включает в себя четыре таких основных компонента, то есть тревожный клиент, он человек, он начинает с того, что он начинает распознавать опасности, он начинает сканировать, что, где, откуда может на меня напасть, какая беда. Потом он начинает катастрофизировать происходящее, то есть он начинает выбирать наихудший сценарий, забегая вперед, катастрофизация — это одно из самых таких известных когнитивных искажений и убеждений по Элису. И дальше у него развязвление, у него две стратегии — либо избегание, либо контроль. Обычно это начинается с контроля, контроль либо срабатывает, либо нет. Если контроль не срабатывает, то это избегание. То есть пока могу контролировать, крышу держу руками, если уже крыша отрывается и улетает куда-то, то я стараюсь с этим не связываться, собственно говоря, вообще, и это приводит к такому замкнутому кругу. То есть просто вкратце такая некая формула тревоги, тоже нашей коллеги хорошей, где тревога рассматривается как взаимосвязь опасностей и ресурсов, где опасность переоценивается, а возможность справиться недооценивается. То есть это слишком страшно, и я слишком слаб, чтобы с этим справиться. Я не смогу этого вынести. То есть это будет слишком тяжело. Авиафобия, любая фобия на самом деле, это яркий пример такого цикла. Вот такая, так может выглядеть, такая классическая модель, скажем так, через призму комитетно-проединительной терапии, цикл тревоги. То есть здесь у нас сразу намечаются некие мишени, забегая вперед. Это то, что я бы предложил вам, в частности, обратить внимание, когда будем кейс разбирать, где мы можем сделать интервенции. То есть у нас есть некий триггер. То есть тут взяли простую ситуацию. Вижу собаку. И появляются убеждения образы. То есть собака нападет, я не смогу с этим справиться, она меня загрязет, это будет ужасно, столбняк, больница, смерть, все, приехали. Соответственно, включается одна из двух стратегий. Мы помним предыдущие слайды. Контроль либо избегание. То есть собаку сложно проконтролировать, поэтому это обычное избегание. То есть не хожу в парке, с собаками стараюсь не встречаться, от греха подальше, столомку подстелить. То есть обезопасить себя. То есть человек исходит из идеи, что я лучше сделаю безопаснее свою обстановку, чем стану смелее сам. То есть основной посылок, как геноподенческой терапии, это опять же стать смелее, а не меньше бояться. Вот, в общем-то, идея. Поэтому в чем трудность? Ну, кажется, ну не ходишь ты в парке, не ходишь. Ну и ладно. То есть избегание, это как то, что в когеноподенческой терапии называется охранительное поведение. То есть человек пытается себя спасти, но он спасает себя от своих образов. И поэтому идея того, что он может совладать с собаками, с их присутствием, с их лаем, с их зубами какими-то, она не опровергается. Он укрепляется в этой своей идее. То есть чем больше он избегает, чем меньше он сталкивается с этим стимулом, тем больше организм его подбадривает. Он говорит, спасибо, что не пошли, ты спас нас от смерти в этот раз. Хорошо, что ты обошел. А если пошли, знаешь, что было бы? Ой, знаю. То есть и образ появляется очень яркий. Поэтому вот этот поддерживающий цикл, это чаще всего и становится таким фокусом на поведенческом уровне для когнитивно-поведенческого терапевта. Потому что, ну, когнитивно-поведенческая терапия — это два слова. То есть когнитивно-поведенческая терапия, поэтому мы коснемся когнитивной части, но поведенческая часть — это работа с избеганием, чаще всего, когда мы говорим про тревогу, потому что тревожное расстройство Китс Добсон и его супруга Дебора Добсон, это такие известные наши коллеги из Канады, часто называют расстройство избегания. То есть они тревогу заменяют на избегание. То есть поэтому чаще всего, работая с тревогой, мы боремся с избеганием. Мы говорим, что нет, ты можешь пойти и столкнуться с этим стимулом, и вот, что тебе поможет. И обычно мы вместе определяем, вот на что ты можешь опираться. Как проходит переход от единичной панической атаки к паническому расстройству, очень хорошо можно увидеть на этом слайде. То есть один раз, испытав какой-то тревожный стимул, тревожный человек начинает сканировать и ожидать панику. То есть первый шаг, чтобы единичная паническая атака переросла в паническое расстройство, в тревожное расстройство, это сканирование и ожидание паники. Он начинает смотреть, а можно ли, не знаю, спускаться в метро, например, или садиться в самолет, или выступать на публике, не будет ли это опасно, то есть смотря, кто о чем тревожится. Следующий шаг, это обнаружение симптомов. То есть человек обнаруживает, что, о, а ведь сердце действительно бьется, у меня действительно есть сердце. То есть он замечает, что да, есть жизнь какая-то на Марсе оказывается. И для него это непорядок. То есть если происходит что-то, что, забегая вперед в кавычках, не должно происходить, возникает очень сильное напряжение, потому что наши клиенты обычно очень требовательны к своему организму. Принцип как швейцарские часы. То есть если что-то отклонилось, если пульс не 60, а 78, ну, собственно говоря, все. И третий шаг это очень точно отражает. Катастрофизация. Вот тут-то как раз-таки начинаются основные проблемы, когда клиент начинает выбирать наихудший сценарий. Как это будет? Особенно это было актуально, конечно. Год назад был резкий прирост клиентов. Как понимаете, коронавирус. И все кивают, люди соглашаются. И это был яркий пример катастрофизации. Что если около меня кто-то чихнул, то нет, нет. Я не просто заболею, я обязательно и не простудой, и не гриппом. Я заболею коронавирусом. Я обязательно в тяжелой форме. Это второй худший сценарий. Я обязательно попаду в больницу. Еще один худший сценарий. Я обязательно попаду на ЭВЛ. Еще один худший сценарий. И ногами вперед меня вывезут, собственно говоря. И все. Он сидит. Он еще даже не заболел. Может, в жизни-то не заболеет. Но он уже проживает. Как Марк Твен говорил, кто-то может тоже знает цитату, что за свою жизнь я пережил тысячу катастроф, но ни одна из них не стала правдой. Вот, пожалуйста, яркий пример. Да, повышение тревоги, выброс адреналина. Ну, конечно, следующий этап, когда действительно на фоне таких ярких образов выделяется кортизол, адреналин, еще целая куча гормонов. И человек действительно получает то, чего ждал. То есть он уже получает такую форму панической атаки, очень мощной тревоги. А дальше у него возникает идея, что это что-то опасное, что с этим что-то нужно срочно сделать. И в ход идут либо бытовые транквализаторы, алкоголь, может быть, самый частый пример. То есть с утра выпил, весь день свободен. Другие формы какие-то. То есть, например, выйти в магазин с кем-то обязательно, чтобы мало ли что поддержали. То есть иду там, я не знаю, куда угодно по улице, с собой бутылочку водички. А вдруг что нужно в водичке попить? То есть это все маленькие-маленькие элементы, которые нам как когнитивно-поведенческим терапевтам важно научиться выявлять, потому что это станет очень важным фокусом. Потому что это то, за счет чего клиент «выживает» в кавычках. И нам будет важно продемонстрировать ему, что с водой, что без воды, что с алкоголем, что без алкоголя он способен с этим справиться, что он способен преодолеть этот дискомфорт. А да, ну и собственно говоря, в чем трудность? Что за этим охранительным поведением следует? То есть это можно представить как такие американские горки. То есть это такой график, что клиент доходит до уровня мощной тревоги, испытывает что-то, что ему кажется невыносимым, прибегает к охранительному поведению, тревога снижается и до следующего раза. То есть получается вот такой бесконечный график, который закручивается. Поэтому в этом трудность, что он не получает опыт того, что он может преодолеть эту тревогу. Ну тоже можно это как некий такой цикл представить уже на когнитивном нескольких уровне. Как выглядит цикл охранительного поведения во время публичного выступления? То есть у человека может быть какая-то очень жесткая, ригидная установка, забегая вперед. Например, что я должен выглядеть уверенно, выступать идеально, то есть не совершать ошибок, например. Такие очень жесткие требования к себе, которые, мягко говоря, не очень помогают выступать обычно и вообще что-либо делать по жизни. И у него возникает следующая идея. То есть а что это будет значить, если я буду выглядеть неуверенно? То есть люди подумают, что слабак, подумают, что глупый, подумают, что дурак, неудачник, все что угодно. И возникает, естественно, тревога, потому что я же не хочу выглядеть дураком, слабаком и неудачником. Он начинает пользоваться тревогой, а потом думает, да, может не ходить, вроде нормально, то есть вроде и тут дома неплохо. И вот, собственно говоря, отсюда проблема и начинается. Я думаю, что это большинству хорошо знакомая идея, что есть когнитивно-праведенческая терапия, буквально пару слов, что это активный, директивный, ограниченного времени структурированный подход. И я, наверное, даже переключу лучше на этот слайд. Мне очень нравится объяснять эту когнитивную модель именно через принцип вот этой дисперсии, а заодно и обложке лучшего музыкального альбома, на мой скромный взгляд, дисперсия, где СМЕР, для тех из вас, кому это знакомо, аббревиатура, ситуация, мысли, эмоции, реакции, или формула АБЦ Элиса, активирующая события, верования и последствия, выступает своего рода призмой. То есть и фокусом когнитивно-поведенческого терапевта становится как раз вот эта часть. Ни события, ни реакции, потому что клиенты вас будут уводить, они будут говорить, она меня расстроила, и из-за него я, не знаю, паническую атаку испытал, или из-за нее, или еще из-за чего-нибудь. И нам важно будет показать, что нет, 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 изменения происходят вот здесь, что стимул ситуации, она чаще всего нейтральна, плюс-минус. То есть есть, конечно, поводы иногда, но все-таки основная интерпретация, основные мысли, они происходят внутри этого треугольничка, а уже во что пойдут эмоции и реакции, это уже результат вашего творчества. Будет ли это гнев, будет ли это тревога, будет ли это грусть, будет ли это радость, счастье. Ну, цитирую опять же Дмитрия Викторовича, «Доброе утро» — это не пожелание, это решение. Поэтому, мне кажется, вот такая картинка — это своего рода тоже демонстрация. С одной стороны, простой слайд, и с другой стороны, очень сложная задача для нас, как антино-помедийских терапевтов, подняться по лесенке. Вот все, что нам нужно на самом деле. Просто подняться по лесенке. Кажется, что это несложная задача, но на практике, конечно, это может растянуться. То есть, потому что чаще всего клиенты приходят к нам с какими-то идеями, что если это случится, это будет ужасно, это будет невыносимо. И у нас есть некие этапы, они, конечно, могут перетекать. То есть, не то чтобы какая-то хронологическая последовательность обязательно. Чаще всего это некая интеграция происходит. Но первым этапом обычно мы начинаем с информирования, то, что называется такой блок психообразования. Что есть тревога, почему она возникает, почему вы чувствуете то, что вы чувствуете, почему вы испытываете то, что вы испытываете. То есть, некое прояснение. Потому что сильная сторона, как динопоизменческой терапии, это как раз-таки ясность, понятность, это такой подход 50 на 50, где терапевт не выступает, гуру, и он не назначает какие-то правильные мысли, он просто обсуждает и проясняет какие-то вещи. Следующий этап — это обычно навыки управления тревогой. То есть, тут уже когнитивная реструктуризация и навыки, они, конечно, понятны, что чаще всего будут идти параллельно. Но это тоже такой очень важный момент. Какие инструменты можно дать нашему клиенту, чтобы он научился совладать? То есть, что он может сделать уже сегодня, чтобы почувствовать себя хоть немножко лучше? То есть, это могут быть... В конце презентации будут несколько слайдов. Это могут быть дыхательные техники, это могут быть техники дистракции, переключения внимания, заземления, у них тысяча названий, мышечная релаксация, что-то, что поможет клиенту справиться, то есть непосредственно с тревогой. Следующий этап — это когнитивная реструктуризация. То есть, это вот и есть та когнитивная часть в словосочетании когнитивно-поведенческой терапии. То есть, это прояснение внутренних убеждений, установок и искажений нашего клиента, как он помогает себе себя расстраивать. Потому что когнитивно-поведенческая терапия стоит именно на позиции, что клиент сам кузнец своего счастья и несчастья. Он сам выковывает свою тревогу, если мы сегодня говорим про тревогу, и другие свои мысли, и другие свои эмоции. И поэтому это очень важный компонент, на который мы обычно чаще всего, наверное, и уделяем большую часть времени. Далее такой традиционный шаг, который чаще всего проходит с такой красной нитью через всю терапию — это экспозиция или десенсибилизация. То есть, это прохождение клиентам ситуации, которых он избегает, которые его тревожат, которые его пугают. Обычно составляется некая иерархия. Мы немножко позже поговорим про экспозицию, если у нас, конечно, время останется. Составляется некая иерархия. То есть, ну, как это может выглядеть? Например, человек избегает социальных каких-то ситуаций. Он, не знаю, элементарно боится сходить в магазин. Была такая ситуация. Тогда мы составляем. Окей, давай составим топ-10 твоих страхов. Начнем с самого страшного. Например, я захожу в магазин, подхожу к кассирше смело, смотрю ей в глаза и говорю, дайте мне, ну, как на институте Элиса, кто обучался, знаю, там 10 пачек презервативов громко говорю, чтобы все слышали, чтобы, ну, потревожиться экспозиция, потому что это мощный опыт должен быть. Поэтому важно как следует постыдиться. То есть, это будет 10 из 10. Что будет 9 из 10? Ну, я подхожу, все то же самое, только что-то другое заказываю. Что будет 8 из 10? Я подхожу, то есть, да, и постепенно, 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 вплоть до первого шага, где я просто захожу, может быть, просто смотрю на нее и выхожу, например, все. Это первый шаг, я сделал, я молодец, все, вы закрепили. То есть, и так мы тоже поднимаемся по этой лестнике каждый раз, проясняя, не умер, не умер, каким-то образом выжил. Ну, что тебе помогло? Ну, то-то, то-то мне помогло. Отлично. Ну, коротко о типах мышления, да, то есть, условно то, что мы называем функциональным мышлением, условно то, что мы называем дисфункциональным мышлением, то есть, помогающим или не помогающим. Что характеризует функциональное мышление, то, к чему мы ведем нашего клиента, это его гибкость, это его логичность, да, то есть, обоснованность, основанность на фактах, оно является помогающим, да, то есть, оно помогает достигать своих целей, потому что один из основных вопросов, которые мы задаем клиентам, это помогает ли вам ваша тревога, помогает ли вам то, что вы делаете, достигать ваших целей. Человек говорит, да не особо, тогда это для нас подсказка, что значит, есть какая-то дисфункция. Если он говорит, что да, в общем-то да, тогда, возможно, это не пример проблемы, если ему это не мешает, скажем так, да, то есть, да, ну и, конечно, функциональное мышление, оно реалистичное, то есть, оно опирается на реальные факты, то есть, на статистику, в частности, на предыдущий какой-то опыт. Так, у нас есть еще немножко времени. Ну, кратко обсудим, я думаю, когнитивные искажения, то есть, не будем углубляться, я не буду рассказывать про каждое, я думаю, я, наверное, упомяну просто основные, которые являются в моей практике самыми часто встречающимися. Это, конечно, чтение мыслей, это для социально тревожных клиентов, прямо, наверное, такое искажение номер один, то есть, я думаю, я знаю, я не думаю, я знаю, что они вам не думают, то есть, вот кто-то зевнул, ну, точно неинтересно, откуда ты это взял? Ну, как Элис говорил, from your crazy head, из вашей сумасшедшей головы, вот откуда вы это взяли, то есть, данных нет, да, то есть, поэтому на уровне автоматических мыслей мы проясняем, то есть, тебе об этом сказал кто-то? Нет, то есть, ты где-то прочитал про это? Да, тоже нет, то есть, ты прочитал мысли? Ну, да, вот, как шутка, да, все, кто верят в телекинез, поднимите мою руку, поэтому наши клиенты часто верят в такие, то есть, магическое мышление, предсказание будущего, ну, это без этого вообще никуда, конечно, поэтому тревожный клиент верит в предсказание, он верит, что самолет упадет, он в это искренне верит, верит, что его засмеют, он верит, что он умрет, когда спустится в метро, например, поэтому, конечно, предложение экспозиции на первой сессии, давайте прогуляемся, он воспринимает, как, может, меня тут пристрелите сразу, да и все, в чем мучиться, зачем куда-то ходить, потому что он предсказывает это будущее, ну, как катастрофизация, это спутник номер один, скорее всего, во всех тревожных ситуациях, это выбор на худшего сценария, сверхобобщение, конечно, да, то есть, никому не понравилось мое выступление, все было плохо, да, то есть, вот, слова-маркеры, никому, все, всегда, это всегда будет ужасно, они никогда меня не полюбят, и отсюда тревога, то есть, это когнитивное искажение, сверхобобщение, клиент из конкретного примера делает очень широкие выводы, дихотомическое мышление, ну, то есть, это такое мышление в стиле бог-лох, то есть, два варианта у человека, то есть, он либо молодец, либо ничтожество, то есть, поэтому вариантов мало победить, то есть, победить вариант у человека только один, быть богом, да, то есть, быть идеальным, быть хорошим, а все остальные варианты, это сразу, сразу черный вариант, поэтому нам важно показывать ему, есть такая техника, даже когнитивный континуум, да, 50 оттенков серого, то есть, показывать, что есть градации между черным и белым, есть еще очень-очень-очень много цветов, и необязательно выбирать между только двумя, то есть, это слишком осложняет жизнь наших клиентов, ну, долженствование, которое, на мой взгляд, стоило поставить вообще первым вариантом, то есть, это искажение номер один, на мой взгляд, я должен быть идеальным, хорошим, вы должны слушать меня, уважать, и вам должно нравиться то, что я говорю, мир должен быть хорошим, приятным ко мне, почему не очень понятно, но клиенты в это могут верить очень сильно, часто вызывает напряжение, да, то есть, как говорила Карл Хорни, неоаналитик, если бы не реальность, моя жизнь была бы прекрасной, если бы только все было так хорошо, как я думаю, как оно должно быть, у меня бы не было проблем, ну, селеви, добро пожаловать в жизнь, да, ну, наверное, просто выделю еще такой оборот, что если, тоже очень характерный, то есть, то, что говорят наши клиенты, когда мы что за ними обсуждаем, в рамках диспута, или как-то еще называется, когнитивной дискуссии, они говорят, да, ну, что если, и все, дальше уже понятно, что дальше уже пойдет какая-то история, которая тоже будет очень катастрофичной, грустной и тревожной. Ну, переходя уже непосредственно к некому инструментарию, скажем так, то есть основной инструмент, такой, наверное, самый, как карта, некая когнитивная карта для когнитивного пациентского терапевта, это когнитивная концептуализация, то есть это что-то, что опять же сегодня я, может быть, предложил бы во время практики сделать, на что опираться, это своего рода ментальная карта нашего клиента, которую мы начинаем составлять с первой сессии и, в общем-то, не заканчиваем составлять до последней. Это своего рода, то есть это самые глубинные уровни, это самые поверхностные уровни, то есть это верхушка айсберга ситуации, это глубинные слои, то есть мы обычно в рамках терапии, во время терапии начинаем с того, что собираем несколько ситуаций, то есть обычно это принято как минимум три, то есть понятно, что уже после первой ситуации у нас могут быть какие-то гипотезы, но обычно мы начинаем с того, что собираем хотя бы три ситуации и от них уже начинаем строить концептуализацию, то есть что общего в мыслях клиента, чем он руководствуется. Тут есть значение автоматических мыслей ведет к глубинным убеждениям, то есть глубины убеждения бывают тоже трех типов о себе, о других и о мире, то есть какой я, какие другие люди и какой мир, то есть, например, я плохой, другие люди злые хотят мне навредить, а мир место опасное, то есть это может быть некое такое представление клиента в большинстве ситуаций, эти глубины убеждения могут включаться, могут выключаться, но у тревожного клиента они бывают чаще включены, чем выключены, скажем так. Дальше идет такой элемент, то что мы называем промежуточное убеждение, это conditional assumptions, то есть условное предположение. Приведу пример, лучше, наверное, так будет понятнее. Сидит мальчик, песочница, все друзья, маленький мальчик, пять лет, играет в песочек, там делает какие-то формочки, все, жизнь прекрасна, все замечательно, хорошо. Вдруг подходит бабушка и говорит, Сашенька, ну ты чего бесишься, песочек разбрасываешь, вон Машенька хорошая девочка, сидит себе тихо, спокойно, там в куколке играет, а ты жизнь, видите, радуешься, не пойдет так. Маленькому ребенку много не надо, еще мозг еще фронтальный, то есть лобная доля не успели развиться, еще критики мышления нет, для него бабушка, мама, это боги, то есть вариантов особо нет, поэтому приходится слушать, и тогда у него возникает какая-то идея, то есть такой, какой я, я не нравлюсь, то есть если я делаю то, что нравится мне, если я являюсь собой, меня такого не принимают, очевидно, то есть ему несколько раз это могут повторить, у него эта идея закрепляется, ну, соответственно, ребенок же не хочет чувствовать себя плохим постоянно, когда он сам, 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 сам свой, да не знаю, это не по-русски как прозвучало, ну да ладно, не буду переживать по этому поводу, поэтому он обрастает защитами, промежуточными убеждениями, то есть, например, чтобы бабушка, мама, папа, дедушка меня принимали, меня любили, я должен быть идеальным всего-навсего, просто идеальным стану, и все, тогда как могут не идеального не полюбить, правильно, то есть, ну, по логике вещей, то есть, он обрастает такой формой защиты, например, как вариант, я должен быть комфортным, хорошим, лично, лишний раз, там, не перечить, тогда меня будут принимать, то есть, и действительно это может срабатывать, то есть, он начинает вести себя определенным образом, говорят, вот ты хороший мальчик, промежуточное убеждение поощряется, глубинное убеждение живет, продолжает жить, потому что он получает обратную такую петлю обратной связи, и, соответственно, компенсаторная стратегия, ну, например, перфекционизм, то есть, который постепенно расширяется с зоны семьи, на друзей, на работу, и так далее, так далее, так далее, и он уже круг значимых других, с большой буквы и то и другое слово, он растет, да, то есть, и сначала я должен был быть хорош только для бабушки, для дедушки, для мамы, папы, потом это там брат, сестра, подруга, друзья, начальники, и все, пошло-поехало, то есть, это компенсаторная стратегия, как человек реализует, ну да, собственно говоря, как человек реализует вот эти свои более глубинные слои, и, соответственно, это уже может выливаться в тысячи и тысячи разных ситуаций, то есть, это как головы гидры, которые уходят в одно тело, метафорически выражаясь, что это как сорняки, у которых общий такой корень, да, то есть, промежуточные глубинные убеждения, поэтому клиент обычно приносит там на сессии, конечно, ситуации отдельные, то, что здесь вынесено, да, то есть, и это могут быть очень, очень разные ситуации, объединенные один запрос, одним запросом, но чем больше мы клиента изучаем, с ним беседуем, тем больше мы убеждаемся, что знаменатель общий в этих ситуациях, в большей или меньшей степени. Так, у нас еще есть здесь минут, ну, коротко о когнитивных техниках буквально, потому что это тоже такая большая тема, конечно, это способы воспитать в нашем клиенте, по большому счету, критическое мышление, потому что и одним из, наверное, таких самых, известных и одной из самых первых практик, которые мы обычно предлагаем, это либо протокол СМЕР, либо протокол ABC, если по институту Элиса, или это протокол когнитивной реструктуризации по институту БЭКа, который позволяет человеку вот как раз-таки вырабатывать фактически это метапозицию, критическое отношение, как еще, поправьте меня, если я не прав, говорил Выгодский, что критика к внешней речи выше, чем критика к внутренней речи, поэтому, когда человек выписывает и замечает все то, что он внутри себя говорит, это уже само по себе может стать очень терапевтическим таким элементом, хотя это и не является терапевтической техникой по своей сути, это диагностическая техника, забегая вперед, мы с мэра коснемся, поэтому задача когнитивных техник расшатать верование, расшатать убеждение, то есть так или иначе. Ключевой вопрос, который я решил посвятить, основной слайд, вернее целый слайд, о чем Вы думаете, то есть то обычно, с чего мы начинаем, то есть клиент рассказывает нам некую ситуацию, потом он обычно сразу говорит, что эта ситуация привела к таким-то эмоциям, к таким-то последствиям телесным, и мы говорим, хорошо, о чем Вы думали в момент, что Вы думали сразу после этого события, ну я думал, что они все козлы, а опыт, это важное замечание, то есть это стоит выписать, и мы вот такие вещи выписываем, то, что Элис называл горячей когнитцией, заряженные мысли, то есть и мы их уже начинаем анализировать через, собственно говоря, протокол с мэра, это как раз таки есть диагностический протокол, да, куда мы предлагаем клиенту фиксировать ситуацию, причем ситуация может быть не только во внешнем мире, например, застрял в пробке, там плохо сдал экзамен, но может быть внутренняя ситуация, то, что называется в институте Элиса Critical A, критическое, некое замечание, например, мысль, сейчас, ну не знаю, мысль, что-то у меня там плохо, что-то у меня забилось там сердце слишком сильно, то есть это само по себе может стать отправной точкой, то есть ситуация это не обязательно что-то внешнее, это может быть внутреннее, в том числе переживание, в том числе и мысль, которая будет вести, подтягивать за собой уже какие-то последующие мысли, оценки, интерпретации, которые будут выливаться в определенный набор эмоций и которые будут переходить в реакции, которые мы обычно делим на телесные и поведенческие, то есть что мы чувствовали в теле в этот момент и что мы делали, потому что это тоже такие важные вещи. Важный набор вопросов, который поможет раскрыть значение этих автоматических мыслей, это техника падающей стрелы, так называемая, то есть или как наши зарубежные коллеги ее называют, «so what? Ну и что?» То есть «что это значит для вас? Ну и что?» Роберт Лихи обычно так спрашивает «ну и что?» То есть он может спрашивать, пока не дойдет до какого-то тупика, потому что это помогает раскрыть глубинное убеждение человека, промежуточное убеждение человека. То есть «что это значит для вас, что кто-то зевнул во время вашего выступления?» «Ну, наверное, он меня не уважает». «А что это значит для вас?» «Ну, это значит, что я неинтересный». То есть мы уткнулись в некий тупик. То есть обычно, конечно, с клиентами дольше, но иногда клиенты уже приходят подготовленные и довольно быстро выходят на эти вещи. Диспуты. Это мы уже переходим в такую терапевтическую часть. Ну как переходим? Мы скорее обозреваем ее, сложно сказать. Это скорее опять же такое приглашение к дальнейшим встречам каким-то нашим совместным. Обычно мы выделяем три таких вида диспутов. Это когнитивный, поведенческий и эмотивный. Я не буду подробно останавливаться просто в целях экономии времени на поведенческом и эмотивном. Просто коснусь когнитивного, как самого такого, наверное, стартового и одного из самых важных, который делится на логический, реалистический и прагматический. То есть это чаще всего проверка мышления клиентов, мыслей клиента, его убеждений на факты, логиках. Можете ли вы мне доказать, что это случится, что самолет упадет, что вы сейчас там задохнетесь или что-то еще. То есть есть ли основания полагать, логические основания. Это реалистический диспут, что подсказывает вас предыдущий опыт, опора на реальность, опора на некие факты и прагматический диспут. А чем вам это помогает? То есть когда вы сидите и паритесь, вам это помогает реализовывать свои интересы, ценности? Да, в общем-то не особо. Просто пример, может быть, мало ли кому-то будет интересно. То есть обычно часто возникают вопросы, ну дайте правильный список, набор этих вопросов. То есть раньше мы избегали давать такие наборы. Но с другой стороны, их в интернете ходит немало. Это скорее такой демо-вариант. То есть нет универсальных вопросов, нет универсальных каких-то ответов. Это скорее приглашение на подумать. То есть в каком ключе могут быть заданы эти вопросы от наших тоже зарубежных коллег просто в переводе. Перевод может быть немножко корявеньким, прошу прощения, но я постарался. А у меня возражений нет, если у Алексея возражений нет, я не прочь поделиться. А чем? О презентации. Мы это решим. Я предлагаю сделать небольшой тайм-аут. Уважаемые коллеги, давайте продолжим. Мы сегодня обсуждаем когнитивно-поединенческую терапию. В первой практической части мы подразумеваем, что вы так или иначе знакомы с методом. И Павел Плясов вам сегодня будет иллюстрировать основные методы. И продолжит иллюстрировать основные методы когнитивно-поединенческой философии. Мы пройдемся по истокам, по методологическим основам. Вы зададите свои вопросы. Мы разберем кейс. Вы зададите свои встречные вопросы. Задача сегодняшней встречи – это еще раз вам напомнить основные структурные части КПТ, основные методические и методологические инструментарии, чтобы потом в дальнейшем вы еще раз на своем более глубоком, фундаментальном обучении понимали, чем вообще оперирует когнитивно-поединенческая терапия, либо применять ее в интегративной модели, сочетанно с такими-то дополнительными методами, в том числе и mindfulness, в том числе и какие-то дополнительные методы школы и практики, либо остановиться для себя только на этом методе и концептуализировать клиента в этом ключе. Поэтому давайте продолжим. Павел, вам слово. Спасибо. Спасибо еще раз, Алексей. Мне очень понравилось и отозвалось слово «когнитивно-поединенческая философия», потому что мне кажется, что когнитивно-поединенческая терапия – это своего рода такой стиль жизни, действительно философия – это выходит просто за рамки набора методик, или набора правильных каких-то мыслей или техник, что это действительно философия. И это, к сожалению, нет в слайдах, и это потребовалось бы еще больше времени, чем у нас, к сожалению, есть. Но если говорить про такую методологическую базу, про философский базис, то это, конечно, очень мощные школы, в первую очередь это стаицизм, это Сенека, Марк Аврелий, Эпикур, Эпиктет, который как раз-таки и сказал заветную фразу, что не сами вещи расстраивают людей, а их отношение к этим вещам. Поэтому это, в общем-то, и стало своего рода, ну, можно сказать, наверное, не поближе этого слова, началом такой когнитивно-поединенческой терапии. Так же, как и восточные течения – буддизм, тауизм – они тоже очень серьезно повлияли. И как раз-таки Mindfulness подход, MBSR, MBCT, Джон Кабадзин, популяризатор этих направлений, он очень серьезный акцент сделал именно вот на эту восточную часть. Именно на эту восточную часть. И слова Лао Цзы, которые как раз долгое время на сайте ассоциации висели в таком заголовке, который говорил, будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков, тоже своего рода такая правная точка для нас. Ну и, конечно, экзистенциалисты тоже очень серьезное влияние привнесли в когнитивно-поединенческую терапию. Мы не сумеем, конечно, здесь подробно все аспекты осветить, поэтому я бы просто предложил вернуться еще несколько минут к тому, что мы не успели коснуться и чуть-чуть поговорить буквально о сводной таблице Эмо-Уме. Это такое необычное название, это зеркальный протокол, который позволяет сначала терапевту и клиенту, а потом и самому клиенту, потому что принцип КПТ, один из принципов КПТ – делегировать всю терапию клиента, то есть сделать из клиента терапевта самому себе буквально. И когнитивно-поединенческая терапия этот принцип буквально и реализует, то есть все, чем владеем мы, мы передаем клиенту без остатка. Здесь мы тоже вспоминаем слова Фрица Перлза, провокативные слова, что терапевт должен быть глуп, ленив и аморален. Глуп, чтобы не думать за клиента, ленив, чтобы не делать за него работу, и аморален, чтобы не судить его. Поэтому всю ту работу, которую мы сначала проделываем с ним, мы потом делегируем ему. И этот протокол не исключение, то есть он является неким следствием, скажем так, из предыдущего протокола. То есть этот протокол диагностический, он просто регистрирует данные. А это своего рода такая сводная таблица, где в первой тройке фиксируются дисфункциональные эмоции, поведение, физиологию, например. И в процентном соотношении выделяется степень выраженности в данном случае. То есть, например, тревога 70%, гнев 50%, грусть 30%. Поведение, например, избегаю встречаться глазами, не хожу, сижу, боюсь. И физиология. Сердце бьется, глаза, уши горят. Это первый столбик. Во второй столбик фиксируются дисфункциональные мысли клиента и процент их доверия. То есть, например, никому не понравилось выступление, я сейчас умру, это все бессмысленно. То есть, это примеры таких автоматических мыслей, типичных для наших тревожных клиентов. И мы предлагаем им зафиксировать процент доверия. Насколько вы в это верите, в эту конкретную мысль. А дальше у нас, к сожалению, начнутся небольшие трудности, потому что мы, конечно, не успели охватить полноценное убеждение. То есть, это скорее такое некое знакомство с технологией. Но это своего рода отношение. То есть, это некое убеждение, то есть, долженствование, про которое мы говорили, катастрофизация, про которую мы говорили, сверхобобщение, про которое мы говорили. Это все пойдет вот в третью колонку. То есть, через призму каких искажений, через призму каких убеждений человек видит мир. То есть, как получаются эти мысли, как он мыслит. Это будет третья колонка. Здесь ставится условная пауза и проходит как раз-таки процесс, например, диспутирования. То есть мы работаем с этими мыслями и убеждениями для того, чтобы помочь клиенту сформировать какие-то новые функциональные убеждения, новые функциональные мысли и предложить ему смоделировать ситуацию. Если бы вы прожили эту ситуацию вот с этими мыслями и с этими убеждениями. То есть я сейчас намеренно туда не иду, чтобы и вам практическую работу может быть немножко не подпортить. Ну и это было бы слишком, наверное, сложно в нашем случае успеть это все разобрать и освоить. И мы предлагаем ему прожить эту ситуацию через призму этих мыслей. Действительно так бы он испугался, действительно так бы он разозлился, действительно так бы он загрустил. Чаще всего действительно нет. И тогда уже следующим шагом после такой когнитивной реструктуризации у нас будет экспозиция. Буквально кратко о техниках. То есть техниках совладания с тревогой. То есть самый, наверное, популярный такой вариант, один из самых популярных вариантов — это дистракция. То есть я перевел просто примеры самых таких часто используемых техник, самых, наверное, популярных, можно сказать, техник. Хотя их существуют миллионы, опять же, и вариаций, и самих техник, которые помогают переключить внимание. Потому что один из элементов того, что доступно человеку, — это его внимание. То есть это, в первую очередь, его отношение, так как он относится к вещам, это его внимание, на что он направляет внимание, и его поведение. То есть вот эти три элемента чаще всего являются таким ключом к пониманию. Поэтому, управляя вниманием, и на этом сделан особый акцент как раз-таки в майндфулнесе, то есть наблюдение, переключение внимания, практике медитации, они позволяют вытащить человека из такого капкана тревоги. Отдельную, наверное, такую категорию хотелось отметить просто дыхательные техники. Тоже очень популярный вариант при фобиях, то есть при авиафобиях, дышать в пакетик, например. То есть нет пакетика, дышать в лодочку просто вот так хотя бы 15 минут. То есть это поможет восстановить искомый баланс и снизить тревогу. Это, конечно, не уберет причину тревоги, потому что причина тревоги кроется в искаженных представлениях о том, что реально. Но это даст человеку инструмент, это позволит ему чувствовать себя немножко увереннее. И это важно прояснить. То есть это, конечно, не решение проблемы, это скорее такое лекарство беспобочных эффектов, назовем это так. То есть это способ совладания, это, конечно, не феназепама, хребтность, скажем так. Это так быстро не сработает. Но, во всяком случае, это что-то, что ты можешь сделать. Тебе не нужно для этого прибегать к какой-то внешней помощи, что для многих клиентов становится, конечно, откровением. То есть и помогает нам преодолевать выученную беспомощность по Мартину Сельгману. Ну, кратко буквально, да, то есть о таких основных, наверное, поведенческих элементах. То есть тут буквально будет два слайда, нам уже пора будет переходить к практической части потом. Это экспозиция, да, то есть это техника, у которой множество названий и форм, наводнение, то есть много названий. Ну, суть одна, то есть погружение в ситуацию, да, то есть пойди и посмотри, что с тобой будет. То есть буквально пойди и проживи этот ужас, желательно с панической атакой. То есть тут не то, что говорят, ну, давай как-нибудь, а это именно пойди и напугайся. То есть и посмотри, что ты не умрешь, потому что вера в человека, что я умру, спущусь внутрь метро и умру. Зайду в лифт и не выйду оттуда, воздух закончится, пойди и посмотри. То есть это такое предложение. Это, конечно, мощный такой экспириенс обычно для людей, но часто он бывает трансформирующим. То есть поэтому здесь вот сочетание когнитивно-поведенческой терапии обычно дает самый такой мощный искомый результат, потому что мало просто, ну, вот, да, такие рекомендации, ну, да, просто почаще летай или там почаще езди в лифте. Да, иногда это, конечно, срабатывает, но иногда, и даже я бы сказал часто, получается, что человек просто ретравмируется, он просто калечится, он наступает на осколки внутренние, которые у него в голове, и он об них ранится и не получает нового опыта, а ему важно закрепить, получить опыт того, что он выжил. Понять это на когнитивном уровне. Ну, и десенсибилизация как такой более мягкий вариант, когда мы не с разбегу в воду бросаемся, а по колено зашли, потом по пояс зашли, ну, и так далее, да, то есть когда мы постепенно-постепенно приближаем человека к источнику его беспокойства, то есть боишься лифтов, ну, подойди, просто постой на него, посмотри, как он, двери открываются, закрываются, постоял с этим, хорошо, все, на сегодня свободен, там, через неделю пришли, ну, зайди теперь внутрь, постой, не нужно никуда ехать, просто постой, оглянись, выйди, отлично, молодец, то есть мы постепенно приучаем, можно сказать, хотя я не очень люблю это слово, но сложно сказать иначе, тут можно провести параллель с аллергологией, вот если кто-то, ага, да. Вопрос, это мы рассматриваем про слово, что клиент готов сделать основы, не может? Да, да, ну, да, 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 то есть, ну, в первую очередь мы для себя, как терапевта, проясняем, что он не то, чтобы не может, он скорее не знает как, либо боится, да, то есть физически он, конечно же, может это сделать, то есть просто он верит, что он это сделать не может, поэтому, конечно, поэтому и важна вот первое слово, когнитивная часть, да, то есть, что ты боишься, давай это распишем, прогнозы, прям по часам, то есть клиент пишет, что на 10-й минуте я упаду, отлично, мы это фиксируем, на 15-й минуте начну задыхаться, на 20-й умру, то есть, все, супер, мы это фиксируем, то есть мы проводим когнитивную работу, да, то есть мы смотрим на основные ключевые мысли, которые самые заряженные эмоционально мы проясняем через протокол СМЕР, через МУМ, через другие техники, через рационально-эмотивную игру, то есть у нас сотни техник, есть даже книга отдельная, Роберт Лихи, техники когнитивной терапии, или психотерапию, это такая вот книжка, как Библия по толщине, вся сплошь техниками забита, то есть выбирайте любую, то есть мы ослабляем влияние его убеждений, что я этого не переживу, и, конечно же, только потом приступаем, что да, мы на Аркане его не тащим за собой, потому что это, конечно, не будет терапией, это будет что угодно, но не терапия, конечно, поэтому вы правы, да, что тут мы идем за клиентом, конечно, то есть не на поводу у клиента, но за, если он говорит, что я не готов, я не пойду, ну, у нас нет такого. Мы продолжаем когнитивно работать до тех пор, пока, если это будет длится месяц, то мы будем месяц разговаривать о его убеждении. Точно, точно, что мы, я даже более того скажу, что мы, может быть, месяц даже слово когнитивное не произнесем с некоторыми клиентами, возможно, вообще будем просто собирать какие-то данные, это может быть активное слушание, это может быть все, что угодно, поэтому есть некая иллюзия, что КПТ, это с первой сессии сразу протоколы, там жестко зарегулировано, и все, там нет места терапевтическим отношениям, но у нас не было времени, к сожалению, обсудить этот момент подробно, но терапевтические отношения носят, конечно же, ключевой характер любой терапии, поэтому, конечно, все начинается с этого, потом, да, потом когнитивно работать, как вы правильно заметили, и потом, когда он уже по чуть-чуть готов, мы начинаем с малого, да, то есть аппетит приходит во время еды, мы говорим, что самое меньшее, ты не можешь подойти к лифту, хорошо, я в таких случаях, ну, в очные времена беру ноутбук, ищу в интернете картинки лифтов, давай на них смотреть, просто будем на них смотреть, то есть вот что ты чувствуешь сейчас, да, то есть давай иногенативно ходить туда, не хочешь ногами ходить, хорошо, давай тогда ходить туда, и вот таким образом, да, то есть его раскачиваем, пока он не будет готов, потому что тревога это расстройство избегания, он так и будет вас за собой водить, поэтому нам по чуть-чуть, по чуть-чуть, но, конечно, все-таки ориентировать его на действие, потому что он сам и не захочет, вернее, в какой-то момент надеемся, что захочет, но нам важно помогать ему, потому что река без берегов не течет, если мы будем просто обо всем понемножку, мы далеко можем не уплыть, поэтому мы тон можем задавать. Да, это частый пример, опять же взять авиафобию, например, то есть человек верит, что если я там с определенной ноги зайду в самолет, сяду, возьму с левой рукой сюда, правой, вот так я когда-то взлетел и не умер, то есть он начинает так летать, он начинает в это верить, что вот это ему помогает, то есть это магическое, конечно, мышление, и тогда мы начинаем прояснять, то есть как технически ты помогаешь самолету взлететь, то есть объясни мне, докажи мне, да, то есть мы начинаем такую роль дурачка играть в некотором смысле, то есть я не понимаю, может быть, я что-то не знаю, может быть, ты мне объяснишь, как это помогает тебе летать, как это помогает тебе выживать, конечно, выясняется, что это не особо помогает, и тогда ритуалы — это яркий пример охранительного поведения, то, что помогает клиенту верить, что вот это его спасает, что с левой ноги зашёл, что три раза про себя что-то сказал, какую-то мантру прочитал, то есть сила мысли, опять же, все вот эти вещи. То есть это яркий классический пример. — А ещё вопрос о том, к примеру, о порядочности жизни, о списании и прочее. — Тут я бы не стал сразу это записывать в какую-то дисфункцию, то есть это может быть вполне функциональным вариантом. Человек может быть занятой, у него ежедневник, план. Возможно, это неплохая идея, действительно. Поэтому это вопрос, опять же, меры. То есть, как в буддизме это называется «срединный путь», то есть если это комфортно, если это нормально, если это устраивает, к этому нет претензий. Если человек говорит, что я, например, не умею отдыхать, вот у меня была такая клиентка, она говорит, я не умею отдыхать, у меня три, я говорю, сколько у вас ежедневников? Что у вас написано? Говорит, у меня три, в каком написано из них? Я говорю, что, говорю, три ежедневника? Давайте, говорю, хотя бы в одном из них просто выделим время, два часа и поставим там знаки вопросов. Вот по ходу пьесы давайте посмотрим, что будет, с чем, куда вас ваша душа унесет, потому что у нее нет свободного времени, у нее эффективность, эффективно отдыхать, эффективно работать, а жить-то, когда возникает вопрос, то есть куда вы торопитесь, что в конце, зачет какой-то будет, что ли? Непонятно. Да? А если человек появится, например, не в ситуации, что он может донести, а если у него возникает паника, когда он уходит симптом, то есть когда он уходит симптом, а в этой работе здесь работа техника инфекционализации? Да, хорошее замечание, действительно, это стоило встроить в слайд, что есть несколько видов экспозиции, то есть экспозиция имегинативная, воображаемая, то есть представь, что ты пошел туда-то или представь, что с тобой случилось то-то, экспозиция ин-виво, в живой природе, что называется, пошли вместе, мы с клиентами там ходили туда и сюда, и в лифты, и в торговый центр, куда только не ходили, и экспозиция, то, о чем вы говорите, интерцептивная экспозиция, то есть экспозиция внутренних переживаний, да, то есть человек, ну скажем, боится, что закружится голова, он потеряет сознание, что не в таком духе, или что сердце, опять же, да, он говорит, начинает биться сердце, и это меня ввергает в панику безумную, без проблем, встали, пробежались вместе с клиентом вокруг, ну сейчас в онлайн-формате я вокруг компьютера бегаю, конечно, а так мы раньше по кабинету бегали, то есть поднимись на второй этаж, спустись, разгони сердце, посмотри, что будет, опять же, да, то есть эта экспозиция, сначала мы начинаем ее делать совместно с клиентом, потом мы ему делегируем, то есть мы тестируем его ощущения, то есть кружится голова, садись на стул, крутись на стуле, да, то есть пусть она раскрутится, испытай это чувство, ты сможешь с этим справиться? Поначалу с терапевтом, конечно, проще, и он говорит, что ну это потому что вы здесь, тогда возникает вопрос, а как я тебе помогаю, я сижу в трехстах километрах через зум, как я тебе могу помочь? Действительно, возникает вопрос, то есть это тестирование в таком случае, интерцептивная экспозиция, то есть вот ощущений, да, то есть чего боится, то и тестируем, в таком формате, то есть мы, конечно, не сразу посылаем его с панической атакой куда-то, мы сначала тренируемся переживать ее в экологичных условиях, да, то есть и хорошо, что и хорошо, если она случится, тут часто терапевты говорят, а вдруг она случится, замечательно, это то, что мы искали, то есть вот вы и получили, клиент получил опыт, что он сможет это пережить, а вы были рядом, вы наблюдали. Да, 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 справедливо, да, что, к сожалению, тоже этого слайда нет, не включил, но я не помню автора, к сожалению, если я вспомню, я потом обязательно скажу, есть прям целый набор упражнений практически для каждого, вот мы в начале маски обсуждали как раз, да, то есть для каждого из этого уже умные люди до нас придумали, как это можно протестировать, ну, ватном ноги, ну, поприседать, например, можно, да, это не будет совсем то, да, то есть это не будет, конечно, на 100% так, как оно при этом, но это будет максимально близко, то есть этот опыт можно экстраполировать от маленького того, что на сессии, это будет очень похоже, то есть, поэтому, конечно, не будет на 100% так, с какими-то вещами это будет еще сложнее, да, то есть с животом тем же самым. Я хотел коллеге добавить вопрос, ватные ноги это явление лакхата или адреналин? Вот, да, да, спасибо большое. Точно, точно, да, да, поэтому тут есть варианты. А? А если клиент боится не того, что сможет попадать ноги в какой-то ситуации, а он не хочет, чтобы он не возникает какие-то чувства, он боится, он не возникает чувства. Да, да. Он говорит, да, и пусть не справится, но я не хочу, чтобы он не видит, он не плох, я не хочу, и он говорит, если он чего, от рационального себя относительно миксмерка, он говорит, я понимаю, что это не равно, что я плохой. Да, да, точно, что здесь мы опять же проводим некий водораздел между тем, что мы условно называем здоровые негативные эмоции и не здоровые негативные эмоции. Конечно, если, ну, возьмём ситуацию, да, все скажут, ой, знаете, нам не понравилось, это был дурацкий сегодня семинар, там и всё такое, ну, это будет неприятно для меня, ну, я смогу с этим пережить, это будут здоровые негативные эмоции, условно говоря. Для тревожного клиента, да, то есть это будет катастрофа, поэтому мы проводим обычно некий такой водораздел, то есть это будет функциональное неприятное ощущение, да, то есть это будут функциональные неприятные, например, раздражения, да, то есть это функциональные здоровые эмоции чаще всего. То есть когда вы не получаете то, что вы хотите, вы чувствуете сожаление, раздражение, то есть к этому нет претензий обычно, поэтому это, с одной стороны, психообразовательная часть, а с другой стороны, прояснение, то есть действительно ли вы хотите, во-первых, действительно ли вы можете управлять эмоциями, то есть можете ли вы управлять лимбической системой, гипофизой, надпочечниками, выделять что-то, вряд ли, да, то есть тогда, что именно вы пытаетесь проконтролировать? Потому что у нас нет прямого влияния на эмоции, да, то есть мы влияем на них опосредованно через наше отношение, поэтому я бы немножко просто прояснил, что хочет клиент, вообще не испытывать эмоции, но это сложная задача, то есть сразу стоит прояснить, что или снизить их интенсивность, или качество, вот здесь мы можем помочь ему, да, то есть, надеюсь, я понятно рассказал. Более, да спросите, я буду рад прояснить. Рассказать, какой случай? Нет, нет, ну если, хотя я не знаю, у нас время позволяет, я боюсь, что не особо позволяет, поэтому если можно, после тогда, хорошо, обсудить. Да, ну и, собственно говоря, тут просто несколько лекций, не лекций, вернее, пардон, демонстраций с ссылками на YouTube, лекции, которые я считаю важными, значимыми, часть из них на английском, как вы видите, часть из них на русском, поэтому это скорее для просто самостоятельного изучения, то есть некий материал, я его особо касаться не буду, и может быть тогда как раз мы перейдем к вопросам, что-то может быть накопилось, может быть по ходу пьесы мы все прояснили. Да, 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 то есть тут есть несколько путей, да, то есть, ну я обычно начинаю со способа американских полицейских, которые, когда свидетель не может вспомнить подозреваемого, спрашивают, ну хорошо, это был темнокожий карлик с рыжей молодой? Он говорит, нет-нет, ну это был мужчина средних там лет, то есть, когда клиент говорит, ну вот случилась такая-то ситуация, то есть, я не знаю, что я почувствую, я говорю, ну, наверное, вы почувствовали счастье и восторг, он говорит, нет-нет-нет, ну это было, конечно, что-то, и начинает называть, да, то есть, от обратного, то есть, я сразу даю ему что-то, что точно не из-за этого. Когда она сказала мне, что меня бросает, я говорю, наверное, вы почувствовали свободу и облегчение. Он говорит, да нет, конечно, это было там и пошло-поехало, то есть объяснение какое-то. То есть это вариант номер раз, их на самом деле великое множество, но есть еще такой популярный вариант, вылетела у меня таблица Плучика, может коллеги поправят, у меня вылетело слово из головы, фамилия вернее, это такая табличка, собственно говоря, то есть круг эмоций, который можно просто распечатывать и выдавать клиенту. То есть попробуй научиться определять, на что это похоже, то есть там просто набор эмоций, там негатив, депрессия, грусть, радость, счастье, полный-полный-полный, большой-большой набор. Этим можно делиться, я обычно просто распечатываю и предлагаю поискать. Но когда в терапии, я чаще всего начинаю вот с такого, от обратного, то есть помогаю прояснить. Коллеги, давайте переходить к дискуссии. Поднимайте руку, представляйтесь, я даю вам слово и перефразирую ваш вопрос в микрофон, поскольку у нас нет микрофона в зале, в целом по когнитинопединической терапии, по тем основным методикам, которые вам сегодня напомнили, я хочу сказать, что у нас будет презентация, которые вы сможете в нашем закрытом чате посмотреть и вот те видеофайлы, которые Павел предоставил, если кто-то слушает или читает на английском, то вы сможете их послушать в YouTube. Давайте вопросы. Молодой человек. Да, вот у российской школы КПТ, да, вот у нас есть ПАУ. Американцы такие вот, а у нас есть, типа, обратное обуславливание, а какие-нибудь методики есть с этим вообще? Какие методики? Можете прояснить? Именно по программам обуславливания. Да, то есть тут петля обратной связи, которая помогает закрепить положительный опыт. В принципе, это любые техники, подкрепляющие позитивный опыт, да, то есть фактически, которые помогают видеть, что да, ты сделал. То есть, ну, это может быть такая форма, например, это не столько техника, наверное, хотя ее можно к техникам отнести. Да, да, что мы эти вещи фиксируем обычно, да. А в итоге положительный? Как будет, если вы с клиентом? Ну, тут сложно ответить однозначно, да, то есть, потому что действительно клиент может интерпретировать опыт как двоякий, да. То есть, например, он выступил, говорит, но это было слишком сложно. Да, но изначально ты думал, что ты умрешь, да, что ты это вообще не переживешь. То есть, что да, это было, возможно, эмоциональное напряжение, это было, возможно, тяжело, но ты смог это справиться. Поэтому давай сделаем акцент на этом, на том, что твой худший прогноз не сбылся, например, да. То есть тогда вот это станет неким таким новым фундаментом, новым положительным опытом, который будет наслаиваться. Есть такая техника из mindfulness, если мне память не изменяет, дневник благодарности, где мы предлагаем клиенту записывать какие-то достижения, маленькие положительные события и победы, которые будут помогать фиксировать тот самый положительный опыт, помогать работать с негативным фильтром, развенчивать его. И это будет, в свою очередь, такой восходящей петлей, которая будет его обратно раскручивать, потому что он каким-то образом закрутился, и КПТ исходит из того, что если ты знаешь, как ты закрутился, то ты по умолчанию знаешь, как раскрутиться. Просто нам нужно нащупать как. Я, со своей стороны, бы не делал большой разницы между Павловым и Скиннером с точки зрения бихвиоризма. Если мы говорим про тревожно-фобические расстройства, для науки, для эксперимента Павлова и Скиннера с мышами и голубями, это, наверное, интересно, чисто экспериментально. А для реальной практики с тревожными пациентами я бы просто акцентировался именно на вот этом дробном десенсибилизирующем контакте, где вы его поддерживаете, где вы его поотбадриваете, где вы для него авторитет. Потому что, чтобы перешагнуть вот этот барьер с тем же лифтом или социальным страхом, или паническим расстройством, вы должны быть авторитетом. И, в принципе, я бы тут не говорил про Павлова и Скиннера, я бы говорил о том, что вам нужно стать настоящим коучем, потому что вот Павел сегодня нам представил определение когнитивно-поведенческой терапии. Мы говорим о том, что это директивный метод. А если это директивный метод, то вы должны быть директивным, а не каждый человек может быть для вас директивным. Поэтому, когда вы говорите о когнитивно-поведенческой терапии, о бихвиоризме, то вы должны быть директивным. а чтобы быть директивным вы должны быть авторитетом поэтому об этом ну да понимаете бихвеоризм это все-таки основан на авторитетном коучинговом таком подходе потому что если человек которому вы не испытываете уважение доверия и не испытываете к нему определенных чувств да как тренеру как к наставнику в этом смысле то вряд ли вы перешагнете через определенный страх и сопротивление даже если вы будете очень сильно хотеть то вам нужно будет чтобы вам человек этот помог поэтому и скиннер и павлов и элис и вот все люди которые связаны с когнитивно-бихвиральной терапии они очень авторитетны и они очень такие харизматичные следующий вопрос что сегодня для вас было непонятным первый раз прозвучало что вы поняли про протоколы протокол смэр всем понятен хорошо обратный протокол где мы начинаем от эмоциональной и телесной реакции и затем мы исследуем если как-то это сделал до когнитивно-поведенческой терапии арена бека которая сегодня была представлена на очень отличается от упрощенной модели элиса а потому что когнитивно-поведенческая терапия института бека она вот любят вот эти таблицы протоколы сложные графики и проценты вам надо быть к этому готовыми кто будет изучать когнитивно-поведенческую терапию да потому что она такая вот методологическая и в нее надо погружаться да поэтому мы будем нашей программе представлять примерно 64 часа когнитивно-поведенческой терапии чтобы вы могли поподробнее в это погрузиться мне очень понравился слайд с треугольником да вот этот вот вариант когда вы преломляете свое мышление на радугу да это очень такая хорошая иллюстрация причем какой бы вы модели не использовали или лисы активентика вен были в консеквенс или смир русской то по большому счету это одна и та же история и ваша задача привести клиента к критичному восприятию автоматического мышления что не сами по себе события вызывают у него эмоцию что он как-то в этом треугольнике сам во-первых а создает б поддерживает и поддерживает он либо мышлением либо поддерживает он поведением что сегодня было непонятным давайте мы проясним как вы лично интегрируете когнитивно-поведенческой терапии может быть кейс какой-то представим разберем что да то если вопросов нет пожалуйста как вас зовут вы психолог ну я бы начал с некого сверхопопщения что он все осознает то есть это обычно уже сразу нирвана тогда приста представляется он все осознал тогда что он делает здесь я понимаю да 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 что это некий такой качественный риторический вопрос моей стороны что чаще всего он просто хорошо информирован да то есть поэтому он знает что что они у него есть возможно он и даже правильно называет но что он делает для того чтобы от них избавиться да то есть была такая терапия популярных 2000-х уильяма глассера терапия реальностью он даже использовал термин how are you depressing yourself how are you anxiety yourself то есть в инговой форме как вы тревожите ну в русском это звучит нормально себя и депрессируете себя поэтому да возможно он неплохо понимает когнитивные искажения глубинные убеждения промежуточные но это первый шаг он просто знает что да у меня неправильная походка это все что он знает просто об этом информирован ходит ли он от этого иначе то есть кпт это не не терапия которые основаны на инсайте что у тебя есть инсайт и ты вылечился то есть нет это тренировка так или иначе да то есть как с языками как в спортзале то есть ты можешь знать как как кататься на велосипеде или толкать штангу или готовить борщ или все что угодно умеешь ли ты это делать да то есть вот в чем вопрос поэтому я бы не торопился в поведенческую часть а прояснил а что он делает или просто ну опять же а можно поконкретнее прояснить кейс что именно он не делает в какой себе человек да что здесь это чаще всего такая я метафорически это представили себя как ручная коробка передач до что у нас есть как машине да то есть автоматическая коробка передач и мы на ней долго ездим как удобные кроссовки старые разношенные они всегда будут ближе к телу да то есть у них всегда будет комфортно поэтому человек на автомате выбирает привычные модели под которыми возможно он годы выковывал поэтому континоплоденческая терапия предлагает в некотором смысле перейти на ручное управление да то есть для этого техники замедления того же самого да то есть помогают осознать что сейчас время писать смэр то есть или там как клиенты говорят что в этот момент я осознал или осознала что вечером буду писать смэр отлично то есть вот значит сейчас происходит то с чем мы работаем треугольничек сейчас происходит остановись проясни да то есть что ты выбираешь какие сценарии какие мысли ты выбираешь какие какое отношение даже что более важно ты выбираешь происходящему то есть от одного осознания просто написание дневников это это важная хорошая часть не стоит ее обесценивать но это только первый шаг да то есть есть некое такое правило правило 3 п поймать проверить поменять поэтому чек может быть хорошо реализует первую часть поймать он классно научился их отлавливать но это это только первый из трех как минимум шагов здесь важно понятие мотивации да потому что я 15 лет работаю член ассоциации достаточно давно и как показывает практика написание с мэр это хорошо да это очень помогает хотя бы понять ответственность определенную но если клиент упирается из серии я все понимаю но продолжаю вести себя по-старому то тут надо вспомнить альберт эллиса который говорит окей тогда чем могу тебе помочь то есть мы начинаем быть более критичными к ответственности самого клиента этой серии я хочу бросить курить на курю каждый день да и здесь мы говорим про инфантильность здесь мы говорим про определенную защитные механизмы и здесь опять же надо быть авторитетом чтобы это все скрывать потому что многие клиенты думают а сейчас мы с мэра бацена пишем я стану из пограничного невротика бадалай ламы и что маловероятно именно поэтому я всегда говорю о том что вы должны быть очень авторитетным чтобы буквальным образом мотивировать человека на действие иногда действие сильнее когниции ну вот опять же мы сегодня в кулуарах обсуждали историю про лифт да можно долго или например опять же публичное выступление мы можем очень принимающий по роджерсу очень мягко говорить с инфантильным клиентом о том что с тобой ничего не случится если тебе полетит лицо давай представим что это не яйцо что это розочка давно в общем можно много чего делать а можно просто заставить человека десять раз выступить со штрафом 300 долларов за пропущенное пропущенное занятие дали пропущенное выступление он будет вас материть он будет вас ненавидеть вы будете для него самым последним человеком в этот момент но потом он придет и скажет блин это самый лучший тренинг который я когда-либо проходил потому что я перешагнул то есть мозгу физиологии надо показать что это иллюзия сидит дома на диване социальная фабия не разбиваются я кстати очень люблю своим клиентам рекомендовать актерские курсы сценическое мастерство ораторское мастерство и они горят я вышел и меня там скрючила скукожила у меня во рту пересохло через месяц регулярно занять она же выходит и там делает из себя веник там виноград там и в общем-то не так страшен черт как его молюет поэтому очень часто вы должны быть директивными именно в концепции связки когнитивной философии поведения следующий вопрос пожалуйста да как вас зовут кристина да да то есть я бы даже сказал что это чаще всего так происходит и лет во всяком случае очень часто происходит когда клиенты действительно приходят говорят вот на ровном месте шла-шла и вот как гром среди ясного неба действительно то есть не осознавая вот тот самый поток автоматических мыслей про который и или собственно говоря говорили писали которыми он помогает ее себе создать маленькие оценки маленькие катастрофы которые которые не осознанные да то есть и тогда протокол смерть как раз таки очень хороший момент который помогает в буквальном смысле как вот кто-то помнит как в 90-х пленку мы отматывали на магнитофонах что перемотать нужно было в кассетах и мы с мэр позволяет отмотать а давай вернемся с чего же все-таки началось что же стало критическим событием что же стало критическим заключением какое ощущение то есть поэтому триггер он находится да то есть моей практике не было таких случаев чтобы триггер не находился просто часто его клиенты ищут во внешней какой-то среде что что-то должно было произойти полностью игнорируя свой внутренний мир внутренние ощущения какие-то внутренние переживания и считаю что но это же не может вызвать паническую так что раз таки это в общем-то и вызывает в конечном итоге поэтому это вопрос осознанности в широком смысле да то есть осознает ли он автоматические мысли и стоящие за ними промежуточные глубинные убеждения или же он на автомате просто выполняет программу то есть поэтому это вопрос осознание если если резюмировать это проще чем вам кажется да потому что типичными триггерами там будет но не так много вариантов и самый популярный триггер это вегетативное напряжение вот павел показывал прекрасный слайд про страх ожидания в самом начале вы видели цикл панического расстройства когда павел говорит о том 0 1 да это первичная паника человек не понимает потом на и ожидает вот это ожидание с подъемом напряжения уже является чаще всего триггером триггер могут быть экстрасистела триггером может быть сама вегетатика от ожидания триггера может быть ситуационно обусловленный рефлекс опять же памятуя вот молодого человека про павла и скиннера да это может быть звук метро это может быть запах это может быть место это может быть все что угодно тут надо знать хорошо физиологическую модель условных рефлексов если вы познаете такое мигдала и вы знаете как организм запоминает обстоятельства в которых был выбрасывался адреналина, места запахи. Триггер найти несложно. Но есть ещё более сложная вещь под названием «А была ли это паническая атака вообще?» Можно искать чёрную кошку в чёрной комнате, искать триггеры и прочие вещи. На самом деле пациентка просто малообразована. Начинающий когнитинопонимический терапевт это пропустил, он пытается искренне ей помочь, а на самом деле она описывает тревогу, она описывает высокий уровень тревоги, но она не описывает паническую атаку, потому что есть чёткое понимание, что такое тревога и что такое паническая атака, и можно пытаться лечить панические атаки, на самом деле испытывающих тревогу. Кстати, коллеги, кто может пояснить, в чём разница между тревогой и панической атакой? Руку можно? Пожалуйста. Я задам вам верование, что я сейчас умираю. Верование, что ещё сумираю. Как вариант. Как вариант. Пожалуйста. И ещё когда человек начинает активизировать какие-то действия по спасению себя, он начинает кому-то звонить, он начинает искать таблетки, убегать куда-то, уезжать домой срочно, отменяясь их планы. Ну как следующий этап обычно после панической атакы. Прекрасно. Нет, всё прекрасно. Спасибо большое за ваше мнение. Настя. Ну то же самое, что я думаю, что пока отпадает адреналин, мы говорим, что клиническая атака. Это, наверное, 12 сантиметров. Меньше. Даже меньше обычно, да. Можно открыть инструкцию по адреналину и прочитать ровно, сколько действует адреналин в крови. Ещё версии. Пожалуйста. Механическая атака, она гораздо интенсивнее по ощущениям, чем тревога. То есть тревога, это скорее что-то мучащее, как ноющее боль. А паническая атака сравнительно с глупострой болью. Да, паническая атака, это как пиковое ощущение тревоги, да. То есть это пиковое состояние страха. Тревога, она диффузна, она расползается, это что-то неопределённое. Мне кажется, каждый из ответов был... Да, каждый ответ очень неплохой. Если вам интересно, вы можете просто спросить у своего клиента, как вы себя вели в этот момент. Если вы увидите поведенческие механизмы во спасение, замирание, спасение, вот девушка, да, то, что иллюстрировала. Я звоню, пью таблетки, вызываю скорую. И вы спросите, что вы думали и во что вы верили в тот момент. И клиент скажет, я верила. Я верила на 100%, что вот-вот я умру. Я верила на 100%, что это конец. Я поверила на 100%, что это всё. И я побежала спасаться. Вот это паническая атака от слова паника. То есть вам надо проверить, была ли паника в принципе. Или была высокая тревога. Поэтому, ну и плюс физиологический выброс адреналина. Павел, может у вас есть какой-то вопрос аудитории с подвохом, чтобы ребята подумали. Вопрос с подвохом аудитории. Да, честно говоря, пока в голову не приходит. Может быть, у аудитории пока есть вопросы, а я подумал. С подвохом, да, пожалуйста. Меня зовут Кристина, я врач и учитель психолога. У меня такой вопрос, можно ли, допустим, убороть вот это паническое расстройство только методом пультино-пруденческой терапии и рационально-национальной терапии без техники экспозиции. Человек зачастую больше всего беспокоит именно не какие-то его проблемы в жизни, а какие-то внутренние конфликты, а именно какие-то симптомы. И вот можно с помощью гоносинопруденческой терапии всё-таки поворотить на методом пультино-пруденческой терапии? Это часто вопрос, который волнует и наших клиентов тоже, то есть можно как-то обойтись. То есть как-то для меня по сокращенной программе. Я молодец, я всё понимаю, может, как-то обойдёмся, то есть без этого. Зачем нам эти вот, вы хороший человек, я хороший человек. Ссориться-то зачем? Да, да, то есть всё понимаю, как раньше нам сказали. Давайте как-то без этого. Ну, чаще всего, да, то есть оказывается, что это, конечно, некое просто поиск лёгкого решения, да, поиск какой-то лёгкой таблетки, что без закрепления навыка, без получения опыта, потому что реальность — это лучший учитель, реальность лучше всего подскажет. Лучше любой сессии, лучше любого слова, как оно будет на самом деле. Поэтому это скорее вопрос, ну, с одной стороны, мотивации, как Алексей говорил, с другой стороны, подготовки человека к тому, чтобы всё-таки проявить эту смелость, да, поэтому тут я стараюсь обычно плавно доносить важность и акцентирую внимание на том, что нам не обязательно идти сейчас туда, да, то есть что мы сначала, как говорится, когнитивно вооружимся, а потом уже пойдём на врага, скажем так. То есть что это очень важный этап в нашем деле, особенно для работы с тревожными расстройствами, что без него крайне сложно, я не хочу сверху обобщать, что наверняка такие варианты есть, но, честно скажу, что в моей практике без поведенческих экспериментов, без десенсибилизации, без экспозиции мы не обходились, да, то есть часто, клиенты это часто предлагают, но... Не подкупают. Не подкупают, да. Понимаете, Кристина, в чём дело? Паническое расстройство – это связь условных рефлексов и психических рефлексов с усиленным концом, посеченным. Соответственно, вы не можете поменять условные рефлексы без поведенческой интеграции, да, а без работы над подкрепляющим стимулом – это невозможно. С другой стороны, у меня есть интересные кейсы, как вы знаете, с 2011 года я снимаю видео активно раньше, да, для Ютьюба, и удивительно, но очень много людей, по их словам, их очень много, там сотни, да, и тысячи, они переставали себя пугать благодаря правильному информированию. То есть, вот то, о чём Павел, да, сегодня говорил, когда вы правильно информируете человека о том, что с ним происходит, когда вы правильно информируете его о своей физиологии, о своём состоянии, он говорит, ах, вот оно, что со мной? Так это я сам, так это не опасно. И это информирование грамотное, вами преподнесённое, даёт ему уверенность, понимание. И когда он идёт в следующий раз в метро, и он начинает себя пугать, он говорит, так я же знаю, что это. И тогда срабатывает и поведение, и информирование. Просто он не замечает, что он сам выполнил это упражнение благодаря грамотному информированию. Но если человек недоинформирован или профанирует информированность, то придётся делать вот это, давай ещё сильнее, погнали вперёд, там, и так далее, и тому подобное. Дышать правильно, и так далее. То есть тут уже будет более сложно. Но очень часто помогает правильное информирование. С юмором у Дмитрия Викторовича, кто знает, да, все мы помним его прекрасные шутки, афоризмы, посмеяться над собой, над своим мышлением, очень хороший вытесняющий стимул по Павлову. Ведь он же не просто так шутит с вами, да. Это хорошая история, когда вы страх заменяете юмором. И вот эти вот афоризмы, так сказать, юмористические заметки, они очень хорошо помогают при работе с автоматизмами. Следующий вопрос. Пожалуйста. Алексей, как понимать, если мы говорим о коррективной терапии, мы достаточно директивны, не берём ли мы тем самым ответственность за какие-то решения клиента. Я не совсем понимаю, где вот этот грань. Сказать клиенту, пойди и сделай, он столкнётся с какими-то последствиями, можно на полной серьёзе, не прямо сказать, что ты же сказала, я ушёл, я же тебя не теряю. Ну, с какими конкретно последствиями? Можно с кейсами? Сейчас, Павел, ваше мнение. Насчёт директивности? Ну, я сейчас, кейса пока нет, я поэтому общий ответ. Смотри, до кейса я бы сказал вам так. Всё зависит от того, о какой директивности идёт речь. Если директивность, иди разведись, иди не разведись, брось этого мужика, не брось этого мужика, то это токсичная директивность, и вряд ли это про профессию. Это не КПТ. Да, когда мы здесь говорим про директивность, и когнитивно-поединическая терапия говорит про директивность, мы говорим про образовательную директивность, мы говорим про научение, и мы говорим про бихвиоризм, когда мы выстраиваем десенсибилизацию подъезда, 100 метров от подъезда, 300 метров от подъезда, 500 метров от подъезда магазин, касса, разговор с кассиром легла на пол в торговом центре. Вот это директивность. А всё остальное очень сомнительная директивность. Можно ли это описать фразой, если мы точно понимаем, что клиенты безопасны? Мы должны отдавать себе отчет о том, что когнитивно-поведенческие эксперименты и экспозиция объективно безопасны. Здесь можно провести параллель с провокативной психотерапией или с какими-то деструктивными тренингами, то мы несем ответственность за объективную безопасность. Но если я даю задание как бихвеорист своему клиенту пойти в торговый центр, лечь на пол и сделать так, чтобы на него посмотрела куча народа, покрутила пальцем у виска, я понимаю, что концептуально это безопасно. Я понимаю, что он не нарушает закон, я понимаю, что он не причиняет вред себе. Я понимаю, что максимум, что с ним будет, он поднимет себе эмоции, которые мы потом с ним будем обсуждать, а потом это повторим, а потом еще раз, а потом еще раз, а потом еще раз, и он станет самым счастливым социофобом на свете, потому что он поймет, что ничего не происходит, черт побери. Вот это директивность. Мы ответили на ваш вопрос? Да, а в концепции с кем-то поговорить? Простите. Да, ну то есть я все-таки руководствовался бы некой последовательностью когнитивно-поведенческой терапии. Да, то есть прояснить, а чем она себя запугивает, что для нее будет наихудшим сценарием, ее отвергнут и что дальше? Хорошо. В худшем случае. Да, вот глубинное убеждение, фокус. То есть сможешь ли ты с этим справиться, с тем, что кто-то тебя не любит? Клиент говорит, нет, нет, не могу, я не смогу с ней справиться. Тогда, если она говорит, что не может, тогда мы проясняем коммунитивную часть, а потом уже начинаем тестировать. Давай ты попробуешь, и мы посмотрим вместе, было ли это так невыносимо, или это по Элису было очень-очень-очень-очень неприятно, то есть, как он говорил, но не катастрофа, то есть, но все еще не катастрофы. Поэтому я бы вот на этом акцент, скорее всего, сделал в данном случае, если я правильно понял ваш вопрос, конечно. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы с ним не столкнётесь, я вот Павлу показывал в своём кабинете, у меня там надпись, кто это придумал, там написано «Тобой управляет только то, что ты не можешь допустить». Это и есть упрощённая модель работы с убеждениями из серии Альберт Элиса. А что может быть самого худшего? Давай представим самое худшее, что ты не можешь допустить. Я не могу допустить, что он посчитает меня некрасивой. Ты не можешь это допустить. Почему? Потому что это докажет, что я ему не нужна, и это значит, что меня больше никто не полюбит. Мы этой фразой кидаем человека сразу в недопущение, разбираем причины недопущения, и вся мишень терапии – это работа с недопущениями, выстраиванием. А давай представим, что так и будет, тогда что и как мы будем, а так ли это ужасно, какой план действий и так далее и тому подобное. То есть, это, в принципе, мой личный стиль донесения когнитинно-поведенческой философии и методологии только через немножко другую лингвистику. Я еще хотела вам сказать спасибо за эту технику, потому что в один день это можно сказать, что мы не умеем жить, если рассматривать на личный бизнес. Спасибо. Пожалуйста. В школе будет встречаться вашим причинам? В школе у нас будет большой блок, мы надеемся, из 64 часов, может быть, больше. Посмотрим. Во втором блоке будет преподавать спикер по когнитинно-поведенческой психотерапии, член ассоциации, преподаватель. С большой вероятностью это будет Павел, если он согласится с нами работать. А я в третьем блоке буду как раз-таки показывать, как интегрируются все эти фундаментальные вещи в такую вот мультимодальную концепцию. А на экзаменах будет? На экзаменах у вас во втором блоке классика когнитинно-поведенческой терапии. Вы должны будете четко выстраивать концептуализацию по методологии, как говорится, по матчасти. А уже дальше вы будете это притворять в жизнь, так как вам это будет более удобно, но не отклоняясь от протокола. Да, пожалуйста. Да, Алексей, можно, пожалуйста, начать на вопрос? Я сейчас отвечаю на вопрос Кристины, что мы как бы работаем с вот этими упущениями, раскручиваем. А если у человека страх, допустим, не быть отвергнутым, а вот страх у него там самого плохого смерти, и он боится, допустим, что он убьет себя, вот допустим, у меня боится там каких-то телесных прощений, или памятных, что люди живут и убьет себя. То есть как мы работаем с этим? Может, мы можем сказать, ну вот убьешь ты себя там, и что-то после этого, потому что после этого ничего не было? Да, то есть первое, с чего стоит начать, то есть действительно ли есть суицидальные мысли, суицидальные намерения, потому что это может быть действительно очень такая заряженная история, тогда это хороший повод обратиться к психиатру, конечно. Прекрасный повод сходить к психиатру. Да, прекрасный повод, то есть самый лучший повод возможно даже сходить к психиатру. И если действительно подтверждается такое некое самоповреждающее поведение, или суицидальные мысли, то я часто рекомендую ДБТ-группы, например, группы по диалектико-поведенческой терапии, потому что они хорошо работают с именно эмоциональными навыками, со снижением накала, если мы говорим про пограничный уровень, то есть это очень важный элемент. Но опять же, если это лишь некая идея, то есть некая зафиксированность, например, у меня была клиентка, которая говорила, что я боюсь, что я возьму нож и зарежу мужа, например. То есть мы проясняли просто характер этих мыслей, то есть что тут я заходил со стороны больше акт, мне кажется, подхода, то есть некого метафорического, что можешь ли ты наблюдать за этим безоценочно, то есть что это наблюдать просто за этими мыслями, как за неким потоком, скажем так, то есть можешь ли ты от него абстрагироваться и замечать, как это приходит, и можешь ли ты это проживать, можешь ли ты это отпускать, то есть часто для таких клиентов это является очень подходящим вариантом, потому что здесь может не быть оснований, скажем так, и сложно вести диспут, То есть, как всегда можно, конечно, но вот именно такой мета-подход, он и мета-комнитивная терапия Уэллса, кому интересно, на этом большой акцент делает, часто помогает клиентам немножко дистанцироваться, что я не есть мои мысли, как говорили на Востоке, да, то есть ты не есть твоя одежда, ты не есть твои мысли. В бойцовском клубе Тайлер Дёрден говорил, ты не есть твоя работа, буквально, то есть перефразировал. Поэтому мы, то что термин такой diffusion, да, мы часто производим вот такую распайку, расщепление. Смотрите, на моей практике это выглядит очень стандартно. Первое, то, о чём говорил Павел, да, если вы понимаете, что это тревога, и что это OCD, да, и что это обсессия, это не имеет никакого отношения к риску суицида, у неё нет в анамнезе повреждения, харассмента, там, и так далее, и тому подобное, или какого-то повреждения себя, харассмента, ну, неважно. Да, да, то мои клиенты засыпали с ножами под подушкой, пока они не научились спать с ножами под подушкой, они от этого не избавились. Это чистый бихвиоризм, чёрт побери. А это первое. Значит, второе. На самом деле вы зря остановили вопрос из серии «Если я убью мужа», я задам следующий вопрос. Давай, допустим, ты убьёшь мужа, что ты будешь о себе думать? И вы увидите ответы очень простые. Я буду такой-то, 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 не оправдая надежд, подведу, бла-бла-бла, вот вам классика мышления обсессивно-компульсивного расстройства. Вспоминайте обсессивно-психо-сценический внутренний конфликт по Борису Дмитриевичу Карбасарскому и Мясищеву. Противоречивая тенденция между нормативностью и между сверхценными обстоятельствами, желаниями. Предположим, эта женщина очень нормативная, она боится выйти за рамки, она боится подвести кого-то, она боится быть настоящей, потому что она воспитана в очень жёстких убеждениях норм и правил. И вот эти обсессии, это метафора о том, как она выйдет за рамки, потеряет контроль, будет осуждена, и вот оттуда все эти обсессии. Поэтому не останавливайтесь, задавайте вопрос дальше, да, предположим, так случится, что будет тогда. И вы увидите на самом деле эти самые промежуточные, глубинные убеждения и подкрепляющее, избегающее поведение прятания ножей. Ну, там всё достаточно быстро раскладывается, вы это на нашем курсе с Павлом увидите. Коллеги, если нет больше вопросов, мы благодарим вас за ваше время, надеюсь, вам понравилась когнитиноподенческая терапия. В целом, кто не знаком был, и вы понимаете, что это очень интересно глубоко, и мы приглашаем вас на наши занятия. Пишите вопросы, звоните в учебную часть, ну а здесь, в следующую субботу или через субботу, у вопроса Марине у нас будет большая лекция по маркетингу в сфере психотерапевтических услуг. О том, кто такой личный бренд, как развить личный бренд, что сегодня в современном мире психотерапии и психологии с точки зрения маркетинга востребовано, как лучше себя позиционировать, какие ошибки лучше не делать. Павел, вам последнее слово, пожалуйста. Да, спасибо большое, Алексей. Ну не последнее, а заключительное. Завершающее, последнее на сегодня, на этой сцене, во всяком случае. Спасибо большое еще раз организаторам, Алексею, за приглашение, большая радость, и как я в самом начале сказал, это первый опыт возвращения в оффлайн формат после пандемии. Спасибо большое Кириллу за помощь, за все оснащение. И, конечно, спасибо большое вам за ваши вопросы, за вашу активность, за ваш активный интерес к когнитивно-поведенческой терапии, к рационально-эмоционально-эмоционально-поведенческой терапии. Живите и процветайте. До новых встреч.